всем привет ребят с вами telex я нахожусь на страна fm и здесь пою для вас сообщаюсь в общем я динозавр ютуба реально динозавр ютуба сейчас я пытаюсь делать что-то в музыке мне по кайфу мне все нравится слушайте песни ну и подписывайтесь на канал ставьте лайки как обычно канал то все-таки не забрасывай там сейчас и выходят мои песни была успешная группа была была снимала клипы и потом повзрослела и поняла что нужно двигаться дальше делать что-то другое и вообще в целом доедает делать один тот же контент поэтому сейчас мы делаем треки сидим на интервью на радио на страна fm здрасте и двигаемся дальше пишу песни сто процентов сам отец да ты правильно сказал отец своих песен и вообще считаю важно ребзя важно писать самому песни потому что когда вы пишете их не сами бездушно это слышно но сейчас обращаюсь ко всем кто пишет не сам ребят и это очень коротковременный период у вас он придет уже через полгода вот прям сто процентов увидите что не так много денег зарабатывать песни вы поймете что это все не нужно то есть неокупаемость идет что песни обязательно сам как происходит процесс как пишется песня я не умею делать биты это делают за меня другие ребята но я всегда присутствую в процессе они делают мы это делаем по скайпе по скайпу если человек находится в другом городе есть такая штука как включить звук с компьютера я сажу и слышу как он делает и все я пишу под какой-то левый минус я придумаю мотив слова еще какой-то чужой минус это может быть минус любого исполнителя артиста вообще любой пишу под него мотив скидываю капеллу битмейкер и мы делаем собственно трек все вот так происходит процесс это очень удобно и потому что человек который делает бит он получает сразу дорожку акапеллу уже с мелодией там уже все красиво спета и он под нее просто подкленчивает бит что что так относительно моих ожиданий стрельнула был так понарошку это было сделано максимально по фану на ютубе выходил ролик рэп против реальности и там я делал 10 мини таких припевчиков я просто пошел на студию за два дня написал 10 припевчиков в разных стилях и один из них был понарошку это был вообще стёб над мэвлом есть такой исполнитель прям в его стиле прям сил написал очень быстро все на лайте и как бы спокойной душой все дело выложил людям понравилось очень много песен но вот понарошку именно кусочек понарошку их зацепило очень сильно и начали об этом писать в инстаграме в тик токе на ютюбе везде но там слезно просили сделать треки думаю сделаю сделал трек выложили клип с кариной сняли клипчик это тоже видеоблогер карина ну и стрельнул на один из пленов неплохо людям понравилось и такой ну окей попробуй дальше в этом стиле делать не вообще честно говоря не принципиально в ком стиле делать главное чтобы самому потому что ну я говорю же опять это чувствуется когда ты сам пишешь когда ты сам в этом копаешься потом ты сможешь их гораздо быстрее писать песни а вот и я решил пока в этом стиле двигаться дальше но может быть буду менять никто ничего не знает поэтому посмотрим последний трек да у меня вышел кошки-мышки он как бы не супер залетел я считаю что если трек там хитос да ты вот ты выложил люди сами распространяют это очень важно то есть многие артисты просят от лейбла большие авансы и я том числе просил аванс достаточно крупный нельзя говорить что я так понимаю и что толку ты вливаешь деньги в трек но если он не идет сам дальше смысла от этого нет это дело будет купаться достаточно долго поэтому ребят рэперы блогеры кто вы там пишите песни 20 тысяч влете в песнь вот кровные выделите 20 тысяч если она пошла вливайте еще не пошла хрен с ней забивайте просто не болт и все кошки-мышки выложил тик-ток как все началось сниппет он пошел очень сильными темпами я аж на подумал что это хит такой блин ну все мой час ну реально то есть я выкладываю просто сниппет и по 8 тысяч человек снимает в день и клипов я думаю блин это очень сильный рост прогрессивный реально типа никогда у меня такого не было честно он шел 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 очень хорошо дошел потом трек выпускаем но как-то что-то не пошло прям супер масштабно он идет потихонечку но нет такого что прям взлетел везде нет мы попали в соточку apple очень хорошо это первый раз когда попал соточку apple потому что я пол спасибо вы выделяете витрины вы поддерживаете но вк мы не залетели и собственно немножко пролетели у меня есть версии почему это не залетает возможно потому что она звучит немножко по-детски я чуть-чуть у меня была такая философия думаю попробую применить свои песни буду раскрывать детские детские темы через взрослую призму типа кошки-мышки это же детская игра такой ну кошки-мышки мы это испорченные отношения ну типа мы друг бегаем друг за другом то ты ко мне то я тебя и вот типа раскрою в этом ключе но сейчас я кажется понимаю что это слишком узенько как будто бы надо сделать песню пошире может быть я прав может быть и нет то есть такую песню которую будут слушать взрослый маленький средненький вообще для любой категории который подойдет это круто вот надо соблюдать баланс и вот это самая большая проблема когда начинаешь врубать мозг написание песни это все портит как бы хочется от души написать тогда но и красиво и круто получается когда начнешь включать мозг все начинает портится поэтому я стараюсь дозирует там 50 процентов того 50 того и аккуратненько типа как только пишу песню больше чем пять минут куплет и серьезно я вот все куплеты я там тебе включу это прям вот это фристайл я прям сижу включая минус ты не тендер все окей говорю же пишу первый куплет сижу полночи пишу потому что вариантов много я понимаю что по флоу я умею всяко-разному сейчас сделаю круто я пишу и такой что-то не так короче начинается заебы интернет версия и все не так психанул зашел в кабинку я дома поставил кабинку микрофон чтобы быстро записываться зашел на фристайлил о все отлично подошло все оно самое лучшее получается когда быстро искренне припев написал также буквально даже может меньше 5 минут минут минуты 2 до минута просто я такой зачитал а вот это снова подходит бам-бам все записал прилип готов не записать песни долго и нельзя это 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 зоопарка это не ты ты уже когда ты понимаешь ты и когда читаешь и ты такой вспоминаешь и ты парился такой я писал тебе сто лет но ты уже за ебами пишешь и надо прям на легкие типа я на фристайл вот так она и ушла все это такой принцип у меня быстро и четко только идет песня сразу выбрасываю мусорку типа нахер надо вот и все свои петь я отвечаю прям от до релиза я слушаю по тысячу раз ищу изъяну в сидений как только вышло просто такой не типа слушайте вы эту хуйню реально по поводу нынешней музыки мне кажется сейчас важно не типа как ты круто делаешь музыку еще суме делать каждый реально много людей которые умеют музыку важно кто ты то есть если за тобой идут тебя слушают этого это первый очень важный момент то есть надо быть личностью если ты привлекаешь аудиторию ты что не выпусти все залетит потому что люди обязаны тебя послушать им интересно что-то там на читал микрофон это первый момент второй момент но есть самородки до которые выстреливают горжи трушность очень много сейчас песен залетает топ-чарт они прям такие простые вот вот это важно очень если запомнил припев я не слушаю эти песни практически но если я помню все припевы что там да подальше все пошло поболело и прошло я ее не слушал мне такой сильнее на не нравится но я запомнил лишь как круто работает кстати важно когда пишете песни написал припев утром проснулся не вспомнил нахуй выкидывай реально это хуйня это просто не прокатит поэтому бывает самородки выстреливает ну и конечно же третий пункт это когда мы просто байтим запада все ну то есть на западе сейчас этот стиль крутой мы берем и тупо копируем его я как-то раз слушал песни с девяностых зарубежные вдохновлялся так скажем я нашел столько песен похожих на наши русские то есть наши русские еще в девяностых просто под копирку блять один в один я это как так мы все прям вот так их даже за авторское право не присягали куча песен просто один в один вот вот третий метод все ребят либо личностью либо вот просто от души что-то выпустите оно залетит то есть то что вам нравится не то что типа тренда то что вам нравится либо же тупо байтите один в один ну это правда вот так сейчас происходит мат в песнях почти пофигу правда мне кажется да я не знаю он как бы должен быть уместен знаешь как красное словцо должно прям быть вот точку если она если перебарщиваешь ну тебя сразу вырубают мне очень нравится в этом плане маргенштерн крутой безумно это прям конор макгрегор в музле русском для меня просто я говорю я слежу мне нравится он вдохновляет на многие вещи не копировать его вдохновляет идти красить ногти всех обсирать говорит что номер нет это неправильно тогда тебя будет называть его этим самым подпердышем ты должен просто смотреть что он делает какой механизм применять то что он правда прорыв сейчас моргенштерн если запишет 6-9 трек и они будут номер один в apple мировом это все все сразу да вообще вопрос никто не будет задавать этого я надеюсь на это сделать я просто почему-то по-человечески буду не ура типа что чувак ты это сделал вот а по поводу мата ну говорю если он в тему его немножко нормально если перебор да кому-кому надо там слушать постоянный мат тип у меня там был почти мат я такой у нас все будет за и и все ну а просто было уместно опять же я такое короче не ваще максимально нейтральный я и не матерюсь много и и бывает матерюсь поэтому без разницы ну вы слышите да типа я тут по рассказал музыкальный лэбл и продюсерский центр разница большая продюсеры тебя как бы берут в наручники обуславливаем да и ты и они тебе прям делают контент и ты поешь его ну возможно ты сам делаешь контент ну короче ты прям в тип вам в плену продюсерский проект ты прям в плену лейбл ты же можешь просто издавать там песни короче если просто поверхность сейчас пройдемся лейбл особо не нужен потому что если песня крутая она пойдет без лейбла как я говорил ранее лейбл лишь нужен на первых порах желательно выбить вам хорошие витрины на всех площадках яндекс apple спотифай и поехали и поехали и немножечко вложить денег в вас если у вас нет денег ну идите на лейбл дадут немножко денег найдите грамотного таргетолога влили двадцаточку полтинничек увидели песня не пошла забыли нахер про нее сразу следующая песня надо то есть головой думать не надо на что-то рассчитать только начинаешь полагаться что песня выстрелить у тебя начнутся большие проблемы ты начнешь у тебя начнется мандраж ты будешь тупить жестко типа ну как так я же да ты никто типа мы все никто просто ну в мозгу есть какая-то штучка которая слушает песню и кайфует ну вот ты не сделал такую песню поэтому можно слейбл можно мы без по печальные случаи я в курсе это когда подписываешь контракт на долгосрочное сотрудничество и естественно если лейбл не нравится трек он тебе говорит мы не будем это выпускать а ты тут ничего не поделаешь ты сам подписал бумаги вот либо авансы рэперы жалуются что аванс ребят но вы берете авансы вы должны со своего процента отбивать со своего лейблы так устроены чтобы заработать с вас вы должны это понимать ты выпустил песню сто процентов пришлось песню 100 тысяч например если у вас с лейблом 50 на 50 лейбл сначала забирает 50 тысяч и остается ваша маленькая доля а вас инвестирует 100 получается вы отбили только пол суммы у вас еще следующий квартал а вы у ваша полтинчик остался висеть поэтому должны понимать что все на вашем на вашей как бы совести все это дело и на вашей доле не надо жаловаться ну разные ситуации бывают тоже видел что ребята мы с ума сходили ну конечно тебе дали 4 мульта чувак ты должен сбить из своих 50 процентов а это означает что трек должен заработать ну минимум 8 миллионов это значит те должны прям много кто слушать 8 миллионов это хорошая сумма тебя должны прям очень хорошо слушать если бы были к какой ки обязанности прописаны например каждый трек точно выкладывается каждый трек точно в перспективе то есть они вкладывают в приоритет туда то можно то есть я могу без вложений попадаешь на все витрины идет трафик в принципе все неплохо а так нет а ну мне могут сказать стоп я писал старался скажу чувак касаемо лейбла вот очень важный момент крупные лейблы такие как sony universal и warner это лейблы без эмоций маленькие лейблы это лейблы с эмоциями то есть это эмоции холодные лейблы это крупные лейблы они четко говорят там вот такая-то сумма вложили поехали идет показатели цифры есть идем дальше маленькие лейблы вложили может не может не будем докладывать вторую часть что-то как-то слабенько идет если у них всегда сомнения они думают через месяц мы окупимся или нет короче это ну вышкотня лишнее ты просто понимаешь что если вы неуверенный ну что дальше что-то делать крупный лейбл этим хорош у них там все решено они такие все влили до свидания не пошло пошло оп идем туда пихаем туда это настоящие ребята которые умеют правильно работать не зря они sony warner и универсал ну то есть крупные мастодонты ну вот так поэтому все попали на крупный лейбл знаете будет все четко в любом случае четко должно быть по работе с песней слушай да на всем кроме рока только рок не слушал я до сих пор особо не понимаю так ну особенно тяжелый в основном это там появился 50 цент и все начали слушать его именем 50 цент вот ну рэпчик в основном да вот рэпчик рэпчик ну и просто хорошие песни там какие-то там руки вверх которые играли из любого утюга и ты собственно ты вынужден просто был их слышать они везде вот и все поэтому и у меня такие способности могу любую музыку сделать мне вот прям без разницы мне скажут рэп вообще легко послушаю сейчас пять песен которые в тренде сделаем что-то похожее по псу тоже вот никто не помогает ни с мотивами ни с чем нету не авторов нахуй авторов это все бездарности мне вот реально почту не каждый но через там два дня три приходит сообщение там зацените там вот демки мы продаем я слышу ну это просто дно ужаснейшая потому что если бы это были хиты они бы сами их наверное исполнили и собственно стали вы очень крутыми чуваками с кучей бабла и так далее и тому подобное я пишу для интереса а еще стоит 250 тысяч чуваки вы чё 250 тысяч за эту ну я не понимаю почему откуда они рисуют такие ценники это просто ну вот я не знаю в общем сами пишите так будет лучше инстаграм не сижу вообще забил и зря типа это очень коммерческая площадка мне все говорят но мне не люблю душа лежит к фоткам я ни на кого не подписан кто-то говорит ты зазвиздился типа угорать и говорит ребят просто не сижу вот реально не сижу и все что такого то есть не захожу за эту фотку выложу у меня статистика уже очень там упала печально думала на хер с ним потом тик ток очень активно веду очень активно веду тик ток прям вот тик ток самый лучший но это реально самая перспективная площадка которая дает тебе трафик но вот не сейчас нет ни одной площадке youtube уже положил большой хер на пользователей не продвигает он видос очень редко совсем продвигает за всю мою карьеру раза три только прям в рекомендацию не выскочила и неизвестно откуда у меня шел трафик вот тик ток активно youtube тоже стал поменьше вести века сижу да и все века тик ток и youtube все инстаграм и twitter так из тик токеров мало с кем виделся на лицо знаю всех и я не спешу к ним то есть бежать чтобы увидеть и снять совмест я понимаю что в тик ток работать немножко по-другому если ты делаешь сам крутой контент тебе не нужно записывать совместки в тик токе это вообще совершенно точная практика сам прошел и не надо ни с кем совместки снимать это все бесполезно то есть вязать кому-то жопу чтобы так далее ребята многие тик токеры меня знают я тоже и знаю к домам отношусь супер круто эта тенденция сейчас на пройдет сейчас лето уйдет сейчас она пройдет сто процентов увидишь потому что лето собственно как обычно русские все спиздили на западе организовали тик ток дом это было перед к видам и я такой сейчас будет у нас увидишь свои девушки говорю сейчас будет у нас увидишь вам дом 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 я такой а сейчас смотри сейчас будет перебор потому что они все поняли что это модно сейчас их перебор то есть уже плохо ну слишком много домов этих тик токерских ты уже не запоминаешь есть вот фавориты dream team вот красавчики и это все пожалуй мы говорим про фаворитов то есть они реально интересны они все разные ты на них смотришь они прикольные по остальным все позакрываются если начнется дом 2 когда начнется дом 2 в тик ток хаосах тогда будет содержаться супер то есть это вечная история шоу дом 2 держится вечно это бесконечная тема отношений ну вот сейчас если dream team начнется вот этих мутки в отношениях сейчас все будет держаться остальные все съедут зима начнется холодно будет в одном доме находиться 10 человек это сложно так что тем более дети очень эмоциональные импульсивные раздражительные быстро закончат и youtube и тик ток и инстаграм все все что в медиа сфере все что свяжено с цифрами это все блять лицемерие поэтому наверное я не бегу ко всем сниматься можно у меня даже прям есть предложение туда-сюда сходить приглашают но я прям смотрю думаю мне интересно нет ну нет не иду но типа ты ради цифр бежишь адекватно ты идешь общаться с теми людьми и того что у них там цифры другое дело если ты видишь контент человека и такой были мне нравится круто делаешь хочу с тобой прям сниматься другой разговор да то есть неважно там сколько у него цифру он кур делать крутой контент и я знаю что в перспективе он сейчас выстрелит я пойду к нему мы прям щасного наснимаем и это все сработает вот вся вот этот лицемерный движуха она видно сразу это видно ну типа блин просто ради цифр встретились поснимали досвидос особенно смешно смотрится когда в тикток дома все звезды приезжают по очереди это как уже сортировочный центр вот так просто конвейер это то есть я поэтому говорю когда меня зовут я уже понимаю надо ли туда ехать я буду ну как бы одной из упаковок которая прошла через этот центр цех ну просто вот смешно смотреть когда билан идет и словом все делает это чувак ты с ними точно не дружишь это все понятно почему понятно для чего ребятки радуются маленькие тиктокеры понятно почему радуется кумир детства и я бы радовался на их месте очень сильно но вот сейчас один раз пришел второй раз третий третий уже не придет они скажут чувак ты нами чего пользуешься ребят где камера ребят вами пользуется жестко звезды очень жестко пользуется они то у них все плохо а у вас заебись и им надо что-то делать чтобы потому что их слушатель уходит а ваш он вот он им надо к вам чтобы ваш слушатель к ним вам пользуется лучше сами станьте такими как они и все будет круто да прикинь это вот эти ребятки тиктокеры кто бы там что про них плохо не говорил блин они реально ну там говорят там легкая работа ну они реально с утра вот встаешь я просто назначу такой съемки вот честно порой не ну не хочется а они с утра реально до вечера снимают там вот и надо прыгать скакать тяжело детишкам и тем более видеть одних и тех же звезд по несколько раз короче они молодцы нынешнее поколение любом случае молодцы красавчики это же все-таки развитие и они ну ты представь они с 16 лет я там захожу к нить лайк приложения в тик ток в лайк в особенности там маленькая девочка что-то и там реально 15 14 25 миллионов я такой как себя чувствуешь я просто проходил этот период когда 18 лет у нас пошли миллионы просмотров и вот эта детская история когда ты чуть-чуть я звезда ты такой мне прям предлагают сняться там там 200 тысяч просмотров чувак я я ну я популярный и нет типа сорян реально я вспоминаю себя думаю толпой его это реально ну что это мне было 18 жил в новокузнецке не переехал это кто-то переехал в москву то есть совсем провинция пацан был и девочки 15 25 миллионов подписчиков меня не было 25 даже миллиона не было я не знаю что происходит в голове у нее как она вот наверное вот так просто я не знаю мне даже интересно просто пообщаться вот как как себя ведешь типа интересно посмотреть и сказать и на будущее все пройдет это очень временно я могу дать совету тем кто сейчас на коне прямо это важно совету что это ему сейчас нужен ребят типа все пройдет вот но и мы все там будем сто процентов ну только важно как вы быстро будете вкарабкиваться все там встретимся типа все нормально все там увидимся мы все там добыли я-то я-то у меня вот так вот карьера вообще шла вот так постоянно то есть прям то типа ты на пике думаешь все типа все все ребят сорян я там и тот прям через месяц ты только к человеке ты прям на дне уже ты уже никому не нужен сейчас живу быстро фастфуд сейчас контент он очень быстро и ты но не успеваешь поэтому ребята вы главное готовьтесь это будет больно это будет больно когда когда в 20 18 лет ты снимаешься со звездами ну будет больно дальше то есть у меня такого не было и у многих моих коллег они не снимали со звездами у нас просто были крутые цифры на ютюбе там в инстаграме везде и мы такие круто круто и через год ты просто видишь цифры в три раза падают и такой тебя прям шаражит то что это твой вид заработка ты ничем другим не занимаешься ты должен что-то делать должен быть интересным да чуть должен что-то придумать у тебя ничего нет и такой все я типа дошел до стадии когда я бездарность говорю планка была не так высока у планка у нынешних популярных ребят планка очень высока типа вот прям вот там ты снимаешься со звездами чувак это ну это это пик типа ты в русский шоу-бизнес ты пик и когда ты с него падаешь ты прям я говорю мне интересно типа чего они будут испытывать но точно все испытают сто процентов всего пойдете главное понять как выкарабкаться только те кто выкарабкаться те типа мощные вот у них все будет нормально дальше кто не сможет ну будьте свой опыт просто кому-то передавать там что-то можешь монтировать кому-то ну короче ну так еще ну типа будьте искать способы заработка по-другому никак то я я выкарабкаюсь я говорю мне мозг уже игру уже был там много раз я уже понимаете что нужно делать и галант искренне это делать не заставлять себя я грыжи я упал с клипами я пошел делать влоги то есть мне прям вкатывало я у меня прям был пик рост рост потом прошел потом я начал трансформацию там тела там похуделась два месяца там супер сильные результаты людей вдохновило круто буду спорт блогером блять все прошло через полгода просто набрал такой типа я забыл что такое клипа и захотел снова клипа снимать снова клип потом задолбал ну тут вот она вечно все идет поэтому кстати не знаю что ну как как часто я ошибаюсь это я не могу проверить нужно же время вот я сейчас вижу некоторую ситуацию вот могу пример привести даша которая на видео снимает да много ныло ты-ды-ды-ды-ды она занималась фото у него по доходам совсем беда бабок нету я говорю давай чем другим и вот она разговаривала таким голосом своим пса озвучила моего я такой вот это надо делать точно прямо это прямо озвучка мультиков это прям для детей точно зайдет сняли как разъебало типа все ветку окей делать дальше делать дальше и вот надела дело дело и у меня так не быстро растут подписчики типа 100 200 как не быстро достаточно быстро она этого не ценит это нормально люди не замечают не ценят ни хера что у них есть и вот она у нее там полмиллиона такая у всех там миллион у меня полмиллиона я вижу что она очень трудоспособна типа что у нее я сижу говорю я все сто процентов будет охуенно типа не парься пожалуй я вижу все будет охуенно просто продолжай 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 в тик токе не обязательно делать много видосов чтобы собрать много подписчиков бывает так что одно выстрелит видео на 10 миллионов у тебя Сразу пол нульта прибавляется. То есть есть такие читерские приемы, называется. Ну, то есть ты реально сделал настолько крутой видос, что на тебя реально подписалось много людей сразу. Я говорю, подожди, подожди своего часа. И на следующий день он делает видос на 11 миллионов. И у него резко плюс 200 тысяч. Я такой, кто там пиздел и ныл, говорю. Че ты ноешь, блядь, встал от дел и все. Она начала работать. Я вижу, она заряженная, типа. Она немножко слюни пускает. Ну, есть такие люди, их надо подпинуть. Надо дать им пинка хорошего, трезвого. Потому что они, девочки, все просят, когда их пожалеют. На хуй, типа, говоришь, трезво показываешь картину. Почему у этого так? Почему у тебя? И почему у тебя будет так? Вот, показал, она поняла. Вот, перспективный человек. Вижу, типа, что все будет охуенно. У нее уже 2 миллиона подписчиков. И она сейчас не достигла, там, 7-8, как у некоторых. Но она точно их сделает. Потому что у нее есть образ. Это очень важно. Образ. Ее уже воспринимают, как, там, голос, девочка с голосом. Есть перспектива и трудоспособность. Все. Развалит. 100%, типа. Миллиард. А тот, как, а вот из категории, кто не сможет, это вот те, кто, у кого не получилось раз, да, или два. И все знают, да все уже понимают, почему хочу сказать. Ну, типа, два раза не получились, они все опустили, не-не-не. И больше даже не пытаются. Ну, это пиздец, ребята. Это сразу, типа, иди отдыхай тогда. Две категории людей, смотрящие, и те, кто делает все. Типа, ты либо смотришь, либо делаешь. Вот. Она из тех, кто делает, ты такой, все. У тебя все будет, я прям говорю, у тебя все точно будет, увидишь. Увидишь, я вижу, у тебя все будет, типа. И все нормально. Она сейчас уже не унывает, все. Она уже, да что-то не зашло, она такая, хуйня, еще сделаю. Я говорю, конечно, сделаешь. Говорю, делай еще, давай. Садись. Единственное, что бывает, когда шиза наступает с головой. Ну, типа, когда слишком погружен в приложение, ты уже, я говорю, тихо, дай себе отдых, типа, ты переусердствуешь. Слишком много времени нельзя проводить в соц. сетях, ты начинаешь гнать. Ты начинаешь считать. Это проблема, это ебаная цифра, оставь ее в покое. У тебя жизнь идет. Ты, типа, ну, не там сиди. Я как делаю тиктоки? Я выкладываю видос, забыл, ушел, захожу, бам, там полмиллиона. Заебись. Все, следующий залил, ушел, захожу, идет, супер, почитал комментарий, посмотрел, все четко, все нечетко. Видос, которые не зашли, не зашли. Я такой, окей, подержу еще два дня, захожу, удаляюсь, не зашло. Все, следующий видос заливаю. Нельзя к этому относиться вот так вот. Надо просто залил, оставил в покое. Люди сами решат, интересно это видео или нет. Если оно никому не нужно, оно не будет никому нужным. Если оно крутое, оно само залетит без твоих переживаний. Твоих переживаний это вот здесь только. Так что, типа, можешь подцеплю кого-нибудь прикольного, талантливого, типа, кто сможет прям развалить? Ну, не знаю, это нужен опыт, я еще недостаточно опытный. Я так, типа, рыбешка, карась, блядь, который плавает, такой. Может, тут, может, тут сам пытаюсь пробовать что-то по форматам. Говорю, я еще до сих пор не понимаю, правильно ли я сейчас сделаю. Потому что, когда ты можешь сделать разное, тебе сложно выбрать одно. Ну, так вышло, что по опыту у меня вот такой, например, формат музыки залетел. Я такой, ну, попробуем в нем. Сейчас еще немножко подолблю, если пробью стенку, то введем в нем. Если не получится, похуй, поменяю формат вообще, типа. Образование. Я сдал высшее образование, точнее, получил высшее образование, диплом получил ради мамы. Я его прям маме вручил. Оно было, сука, с ошибкой. Там неправильно написали что-то, мое имя решили. Я такой, мам, решай сама. Она сама решала, я в Москве. И я не знаю, зачем я это сделал. Я не могу сказать, что это прям плохо. Короче, просто, есть институт, есть опыт в нем, крутая штука, все. Корочка, ну, я не знаю, кто сейчас по корочке работает, мало кто. Ну, если вон, ребята, операторы, если учились профессионально, это полезная корочка. Они могут и фрилансом подработать, и там, и сям. Короче, много, куча возможностей в операторской деятельности. Если ты идешь на такие специальности, как маркетолог, экономист, ну, ты будешь в офисе, это скучно, неинтересно, типа. Ну, из нас растят винтики, понятное дело, да, вот. Ну, реально, куда ты там без слесаря, куда ты там без водителя, да. Куда ты там без, я не знаю, кого. Вот, кстати, врачей жалко, честно, искренне жалко, когда, ну, я просто представляю, какой это ужас. Если ты это не понимаешь, когда на тебя орет учитель, она реально с ума сходит, потому что ты дебил. Ну, ты ничего не понимаешь, она тебя выучит непонятно для чего, потому что это ее работа. Им надо вообще много платить денег. И медработникам тоже. То есть, ну, вот, всем вот этим обязательным надо много платить, потому что на них сдержатся все. У тебя как что-то случится, ты пойдешь сразу к врачу. Ну, вот. Ну, в общем, образование, как опыт, можно попробовать. Я попробовал, не совсем прикольный опыт. Я в Москве, у меня маркетинг, типа, чем я сейчас занимаюсь. Но у меня было очень все забавно, потому что я снимал в Москве, жил в Москве с Эльдаром, с ребятами, что-то там крутились-вертелись, подъезжал под конец сессии в Новокузнецк, все сдавал на меня, естественно, все ругались, потому что, Саша, я же не на заочном, я же на очном. И, ну, приходилось прям напрягать булки, потеть, все учить, сдавать. В общем, скучно, неинтересно. Сдавал, уезжал обратно и вот так постоянно точно мотался. Потерял время. Ну, правда, я потерял время. Мои преподаватели, они видели по телевизору мою рекламу, там я в Самсунге снимался, постеры видели с Билайном, Димас Эльдаром. И такие, круто. А я такой, да, да, поставьте. Они такие, окей, ставили. Я такой, спасибо. Ну, они говорят, это по маркетингу у меня преподаватель. Я показываю свои кейсы, реклама Клинского. Не знаю, можно ли вас назвать. Короче, реклама брендов. Я показываю рекламу брендов, и преподаватель говорит, ты уже работаешь? Я такой, да, блейд, работаю. Ну, то есть я уже понимаю, как там правильно товар. Ну, то есть это же все пиар. И это мне просто нравилось. Но все, что я там выучил, мне ничего не пригодилось. Я реально ничего не помню, вот, хоть убей, ничего нет. Лучший опыт это вот, на собственной шкуре. Так же, как и видео снимать. Мне же тоже очень сильно нравится операторская деятельность. Вот это вот все. Я просто с самого детства очень много смотрю сериалов и фильмов. И вот так сложилось, что мы 18-летка начали снимать. Мы сразу, оп, оп, уже знаем, какие ракурсы. Ну, примерно, понятно там они. Свет у нас ужаснейший, все неправильно. Но со временем нарабатываешь опыт. Там, 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 самый лучший учитель это опыт. Все. Ты пришел, тебе все показали, ты понял. Ошибся, обосрался тысячу раз. Понял и сделал. Ну, короче, классика. Вообще, прожить можно на любую сумму. Сложно ответить, правда. Типа, ну, слушай, если захочу, на 20 проживу, если надо. Типа, ну, типа, свои хочу, откину, да. Если про деньги. Блин, да. Короче, у меня деньги прям как инвестиция, вот правда. То есть у меня сейчас цель сейчас подзаработать, купить недвижки, чтобы быть поспокойнее в жизни. Чтобы, там, отцу, там, матери недвижки, там, что-то еще подкинуть, себе подкинуть, чтобы в случае, когда я очень сильно обосрусь, а это произойдет, чтобы у меня всегда был подгузник, в котором все сохранится. Мои, там, 40 тысяч, за которые буду сдавать квартиру. То есть обязательно нужна подушечка, вот он, старческий поемокс, ну, то есть все, все, типа, ты уже думаешь о том, как бы все, подстраховаться. Да, и когда я получаю деньги, я вообще не трачу, там, особенно на шмот, просто ужас, ребята, тратить на дорогой шмот, это, вот, у меня пару раз такой был опыт, я купил себе куртку за 40 тысяч, я не понял, просто, я ее надел несколько раз, я вообще не понял, нахуй я это сделал. Просто я такой смотрю на тебя, ну, я не знаю, сколько это стоит, тысяч пять, типа, мне в ней ок, в той куртке тоже. Дорогие вещи нужны, как мне кажется, это вот прийти на тусовку, где все такие же чувачки, ну, перед них показать, что ты как бы в теме, и уйти. Ну, когда-то, типа, там, ну, тут даун, типа, это все неисправно, чувак, типа, это тебе не помогает, поэтому. Короче, к деньгам надо относиться как к инвестиции, самый лучший вариант, тогда все будет нормально, типа. И в меру, ну, то есть не так, что тебе там пришло лямчик, ты такой, о, спущу весь, не-не-не, ну, типа, там, одну треть потратил, проверил, окей, ну, грамотное распоряжение денежными средствами, в общем. Постепенно, по чуть-чуть, помаленечку, но чтобы тратить, не, вообще прям, у меня просто у некоторых друзей и девчонки контролируют бюджет, я вообще этого не понимаю, то есть я, ну, я так не могу, например, у меня есть бюджет, и я его максимально контролирую. Даже операцию на ногу мне надо было делать уже давно, я только сейчас такой, ладно, пойду, это все-таки в себя инвестируй, надо, надо сделать, готов терпеть, там, и так далее, ну, главное только не потерять, потому что у меня был период жизни, когда прям у меня вообще практически ноль был, то есть я такой, чувак, пиздец, ну, реально, пиздец, чего-то надо делать, и вот тогда мозг заработал вот так, прям, очень сильно. Бывает, что просто везет, особенно вот сейчас молодым чувачкам совет, ребят, фартит нереально, сейчас все у вас четко, сейчас там лямы в месяц тратить, это круто, это четко, сейчас пока фартит, смотрите, фарт пройдет, его не вернуть сто процентов, ты сейчас такой снимаешь, все залетает, тебе прям рекомендатели идут, у всех у нас блюдки периоды, они идут, и ты думаешь, это прям нормально, так и должно быть, они будут сюда идти, нет, в один момент просто все перестанет, и все, никто не идет, ты начинаешь сам уже клянчить, заказывай, попрашивать у кого-то что-то, у меня был отдел, который исходящее делал, запрашивал, то есть вот как раз период, когда все было плохо, мне пришлось обращаться к ребятам, чтобы найти себе рекламу, а потом я понял, что не нужно искать рекламу, нужно сделать себя таким крутым, чтобы к тебе сами шли. Мы, короче, мало чего знаем, мне кажется, поэтому вот, я так скажу тебе, сейчас там идут в Минске движения, да, всякие, я захожу сейчас на YouTube, там все про Минск, даже не смотрю, потому что я честно не знаю, какие там движухи, да, и вот там на Украине, да, были вот эти движения непонятные, кто там проплаченный, кто нет, я не знаю этого, и многие не знают, я просто знаю, что сейчас много происходит нативных историй в политике, и все, и мало кто об этом догадывается, просто знаю, и все. Поэтому то, что происходит, то, о чем я не знаю, я думаю, про любом я там, типа, не особо шарю. Да, у меня прям вот нету суперчеткой позиции, вот как-то так, похер и похер, типа, вроде как, типа, живу более-менее нормально, вижу, что есть возможности крутиться. Для меня окей, это правда, мы же эгоисты все, мы понимаем, что вот тебе сейчас норм, в принципе, никто не ходит, не стоит тут надзирательно тобой, не контролирует тебя. Ну, можно жить спокойно, окей. Людям, которые, конечно же, на кого-то работают, у которых очень маленький прожитетный минимум, которым государство обязано. Вообще понимаю, что вы высказываетесь, типа, 100% да, да, просто я-то сейчас ничего от государства не прошу взамен, поэтому я такой сижу тут мне, поспокойнее, да. А кто просит, у кого маленький достаток, у которых перспективы плохие, ну да, я понимаю, почему все негодуют. Ну, так у меня сейчас был запрос, я в этом, кстати, не вижу ничего плохого, мне в Москве на День города выступить с 7 сентября, там, много кто из медийных у нас участвует, артистов все поют, попросили выступить, я говорю, ну можно, нет никакой агитации, главное, типа, чтобы шшш, не, если агитации нет, просто выступит огромный концерт на Красной площади, да, бог, я и выступлю. Если мне не надо ставить флагом, говорит, патриот, тогда все окей, типа, с истории нативной. Если твоя девушка тебе коришь, все четко и будь с ней, все, четко и понятно, если ты с ней как с другом можешь, все, типа ничего не надо больше, там все остальное придет, договоритесь, типа когда она тебя как друг, то вы договоритесь обо всем, любой беседе поддержать, это все входит в это, это все входит, понимать друг друга, там что-то, что это, обязанности, не обязанности, это у каждого индивидуального. Тюнинг внешности, знаешь, что я скажу, короче, я вот, у меня нет к этому негатива, любая девочка себя любит, и если ей хочется сиськи большие, пускай делает. Меня больше цепляет, вот, что ты за человек, ну вот как-то так, если ты пришла вся такая, вот прям сдец вылизанная, и стоишь, естественно, хрюму, я понимаю, что для чего ты и в жизни создана. Вот прям четко сразу понимая, для чего, как, и вот хоть ты там пытаешься казаться умной, бля, все ясно, типа, все понятно. А если ты там даже выглядишь не очень, но ты идейная, там, у тебя, ну, глаза горят на все, я буду с этим человеком больше общаться. Как бы ты там не затюнила себя, ты вот, вот, на раз, и все. А вот этот человек, он как бы в перспективе общения. Пускай потом этот человек перспективы улучшается, там, занимается спортом, накачивает себе что угодно, но если у него будет скраут в душе и в голове, и он, ну, значит, это будет вообще суперпрокачественный человек. Ну, в любом случае, слушай, ну, ты же девочка, и всем девочкам надо вот это все. Это вообще неотъемлемая часть. Нормально, там, краситесь для того, чтобы быть красивыми, не для нас, а для себя, это важно, типа, вы смотрите на себя, вам нравится, что, если, типа, уверенно, то чувствуете, что там, мужики, да похер на них, типа. Если себя уверенно так чувствуешь, окей, делай, но в меру, типа, дозировано. Либо они же, когда переусердствуют, они этим показывают, ну, для чего все это нужно. Все, значит, понятно, для чего, типа. Да, да, но нужно понять, что это со временем. Это очень важно, очень важно понять, насколько это долго все продержится-то. Если ты находишь мужика богатого, ты там себе, ты вложила в себя очень много лямчиков, да, и ты вся такая классная, нашла мужика богатого, ты должна понимать, что ты только для обложки, там, ну, типа, если у тебя мозгов нет, если есть мозги, там, все, блядь, ну, это прям, да, это круто, это сет прям целый, там, если ты там и шаришь, и ты друг, и кореш, и у тебя все, ты сет, да, окей. Это редко, мне кажется. Но в большинстве случаев они руководствуются обложкой, значит, мозгов немного. Поэтому, ну, так. Короче, давай начнем с того, что люблю, наверное, раз, первое. То, что люблю, наверное, ну, быть настоящим, это важно, вообще в любом деле, каком бы то ни делу. Что люблю? Я не знаю, много работать, нравится, слушай, я хуйню какую-то несу сейчас, да, как старпер, блядь, только работать, блядь, что я несу. Окей, и мне нравится, макроны есть такая вот херня у меня в булочной, очень вкусно, вот. Что я не люблю, рыбу, жару, пиздец просто. Что, надо про людей что-то сказать, каких людей я не люблю, въебистых, хуйсосов, не люблю. Типа, будь проще, вот еще четвертая суда, все. Да там я для себя открыл, что такое макрон, я думал, что это за, типа, подушки такие разноцветные. Думал, это пряники, думал, блядь, херня, пряники, попробовал, почему, ну, это для меня, ну, я говорю, тормоз. Я на права только сейчас сдаю, мне 26, я только сейчас сдаю на права. Чдец. Все уже сдали, 18, я, видишь, какой задар можно. Заметил, что реально, ты, типа, когда что-то планируешь, все по пизде идет, ты такой, потом, оп, что-то новое, вот не знаю, вот что будет, то будет. Одно понятно, что буду, ну, делать что-то, буду что-то делать, типа, не могу просто. Если я сейчас запущу руки, то, типа, все, мне сейчас уезжать на Кузнецк и жить там, ну, какой прикол. Буду что-то делать. Ну, мне нравится, я бы сейчас, на самом деле, ушел в какое-нибудь такое, чуть-чуть продюсируем. Сейчас хочу еще опыта набраться, чтобы чуть-чуть продюсировать, и что я все-таки разбираюсь, как можно зло делать. Опять же говорю, я не музыкант, я не умею петь, я не умею делать музыку, но я прям чувствую, как правильно, и поэтому, когда сижу с ребятами, работаю, я слышу, это круто, это не круто. То есть все-таки не зря у меня есть какие-то песни, которые прям хорошо стреляли, их целая пачка. Салбы, прикольным каким-то. Явно не тому, кто хочет лучезарной славы, а кто просто достоин этого. Знаешь, если вот талантливый человек, я вижу, что, сука, ты на сцене прям крутой будешь, вот так, знаешь, и сказать ему, вот попробуй. Просто попробуем, выстрелит, круто, я не ошибся. Не получится, ладно, я тормоз, идем следующим путем. Самое главное в жизни – это спокойствие. Спокойствие, все, все, со спокойствием, любое решение, оно будет нормальное. Сто процентов. Что будет не за чем беспокоиться. И нервы будут покрепче. Поэтому не беспокойтесь и, типа, делайте, что хотите. Это важно. Не хотите учиться, а чувствуете, что круто рисуете, рисуйте. Или там музыку делаете, или там, не знаю, в попе ковыряйтесь лучше, идите ковыряйтесь. Реально у вас потом талант будет крутой, будете копать землю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова